Расскажите, пожалуйста, какие важнейшие патогенетические факторы определяют развитие сердечной недостаточности при сахарном диабете второго типа? Ну, наверное, самое важное – это то, что сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое имеет два основных таких механизма развития, да, и один из этих механизмов – это нарушение рецепции клеток к инсулину. И в последнее время мы стали все больше подтверждений получать тому факту, что это происходит на глобальном уровне. То есть это происходит… Раньше мы думали, что это происходит на уровне жировых клеток, жировой ткани, мышечной ткани, печеночной ткани. Да, сегодня оказалось, что и кардиомиоциты в том числе испытывают вот этот дефект, да, дефект рецепции. То есть нарушается чувствительность, нарушается возможность поступления глюкозы внутрь кардиомиоцитов. Глюкоза является основным энергетическим субстратом, то есть для того, чтобы миокард работал, да, сокращался, нужно много энергии, нужно образование таких энергоемких соединений, как АТФ. И когда наблюдается недостаточность поступления глюкозы, то соответствующим образом нарушается и функция, сократительная функция в том числе. Ну так, если очень коротко и очень просто объяснить, вот в чем вот эта связь между патогенезом диабета и сердечной недостаточности. А насколько контроль гликемии влияет на первичную профилактику сердечной недостаточности? Вы знаете, вот в том-то и дело, что тоже оказалось, что если в отношении других осложнений диабета контроль имеет очень важную роль, вернее, точнее было бы сказать таким образом, что если мы говорим о нарушении контроля, да, то есть чем хуже контроль, тем больше риск и вероятность развития сердечной недостаточности. Но если мы будем идти от обратного, то есть мы постараемся улучшить контроль, то, к сожалению, это не столь значимо повлияет на вероятность развития сердечной недостаточности. Потому что вот эта поломка, вот этот дефект, да, он не позволяет нам преодолеть фактически вот этот энергетический голод миокарда. А насколько большое значение имеет длительность течения сахарного диабета у пациента артериальной гипертензии на риск развития сердечно-сосудистой? Ну, конечно, длительность влияет, потому что и артериальная гипертензия тем более, потому что чем больше длительность диабета, тем больше факторов, которые вносят вклад в развитие вот этого состояния. И уже происходят структурные изменения, да, то есть, можно сказать, необратимые изменения, которые и, собственно говоря, влияют на прогноз. Поэтому, конечно, однозначно влияет длительность, однозначно влияет факт наличия сопутствующей артериальной гипертензии, ну и других кардиоваскулярных факторов. Например, наличие атеросклероза, поражение артерий, коронарных артерий, да, то есть, перенесенный инфаркт, то есть, конечно, это вот еще и дополняет к этой картине такого негатива, можно сказать. А насколько, вернее, какое действие оказывает инсулинотерапия и антидиабетическая фармакотерапия на течение сердечной недостаточности пациента с аппаратом диабета? Ну, вы знаете, инсулинотерапия, к сожалению, оказывает негативное воздействие, то есть, я должен констатировать этот факт, потому что, собственно говоря, инсулин ведет к задержке натрия, соответственно, задержке жидкости, а сердечная недостаточность – это всегда состояние, при котором есть задержка воды в тканях. Поэтому очень аккуратно, опять же, да, вот мы иногда возникает такая сложная ситуация, когда экстремально высокие сахара, и мы вынуждены назначить инсулинотерапию, да, то есть, но в этой ситуации мы должны запланировать вот это снижение, да, то есть, чтобы оно было не столь резким, не столь выраженным, чтобы это не приводило… Вообще, лучше, конечно, не доводить до ситуации, когда экстремально высокие сахара, да, то есть… Ну, и, конечно, есть класс препаратов, которые могут в этом плане нам помочь. Это класс сахароснижающих препаратов, которые изначально были рассчитаны на то, чтобы улучшить гликемический контроль, но в итоге, когда они оценивались на предмет кардиоваскулярной безопасности, оказалось, что они обладают невероятным положительным эффектом в отношении не только улучшения прогноза течения сердечной недостаточности, но даже, я бы сказал, предупреждения развития сердечной недостаточности. Я говорю о классе глифлозинов. Это ингибиторы натрия-глюкозных код транспортеров второго типа. И, в общем-то, этот класс препаратов уже вышел за пределы, собственно, диабета и эндокринологии. Его позиционируют кардиологи, потому что два препарата в четырех исследованиях показали положительное воздействие. Почему в четырех? Потому что, условно, два исследования были посвящены сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, два исследования с сердечной недостаточности, с охранной фракцией выброса. И во всех четырех исследованиях, фактически вне зависимости от фракции выброса, они показали положительный эффект. Положительный эффект в отношении как раз дальнейшего течения сердечной недостаточности. То есть они улучшают прогноз. В одном случае мы получили снижение на 26%, представляете, на 26%, причем в добавлении к той терапии, которая существовала на тот момент. Говоря о лекарственной терапии, насколько сегодня обеспечены ей пациенты с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и, может быть, в чем-то потребность еще есть? Ну, вы знаете, благо они включены в клинические рекомендации, причем не только эндокринологические, но и кардиологические. Поэтому здесь даже не столько проблема в обеспечении, сколько проблема в том, чтобы врачебное сообщество активно назначало эту линию терапии по показаниям. То есть если у больного есть показания, то будь то эндокринолог или кардиолог, или терапевт, да, потому что многие наши больные со вторым типом наблюдаются у терапевта. Они имеют полное право назначить, и это право в полной мере будет реализовано. Говоря о мультисциплинарном подходе, как он реализуется при работе с этой группой пациентов? Ну, здесь так тоже, в общем-то, мы условно можем разделить сердечную недостаточность на стадии, то есть на стадию предсердечной недостаточности, начальную стадию и уже более продвинутые стадии, где больше все-таки занимаются кардиологи, стадии С и Д, да, где, в общем-то, есть определенная специфика из точки зрения диагностики и мониторирования, самое главное, этих пациентов, подбора терапии. На более ранних этапах, соответственно, более активную роль должны играть эндокринологи-терапевты. На более продвинутых стадиях, естественно, без участия кардиологов, нежелательно вести таких больных, то здесь нужно обязательно взаимодействовать. Гагик Радикович, Вы являетесь руководителем экспертного центра, Центра эндокринологии Минздрава России. Расскажите, пожалуйста, с какой целью был создан экспертный центр, какие у него задачи и как произошло развитие вот за то время, пока он существовал. Почему? Ну, я должен сказать, что у нас было подразделение, которое называлось отделение клинических исследований, то есть отделение, которое регулирует все вопросы, связанные с участием сотрудников нашего центра в международных крупных клинических исследованиях, потому что не секрет, что очень много сегодня инновационных препаратов, и, значит, все они должны проходить такие вот испытания, клинические испытания по определенным протоколам, то есть по протоколам, которые, в общем-то, в рамках так называемой практики GCP, вот, и вместе с этим, параллельно с этим развиваются технологии в целом в диабете, понимаете, то есть не только лекарственная терапия, но и технологии, это технологии диагностики, технологии мониторинга, понимаете, то есть появляется, допустим, непрерывный мониторинг, да, то есть он есть в мире, да, а появляются новые производители, значит, и возникает необходимость, чтобы эти технологии были тоже апробированы, да, с точки зрения их продуктивности, с точки зрения их, так скажем, надежности, да, потому что ведь дело в том, что речь идет о возможности использования этих технологий самими пациентами, то есть мы должны быть уверены в том, что та или иная технология, она достаточно надежна, и она не будет давать какие-то... Потому что в отношении препаратов мы не только эффективность оцениваем, но и нежелательные явления. Точно так же в технологиях мы должны оценить весь комплекс, да, то есть не просто, что вот мы, у нас появилась новая возможность, но насколько эта новая возможность дает человеку, больному, значит, уверенность в том, что он правильное действие осуществляет с точки зрения, особенно когда речь идет о инсулинотерапии, да, появляются новые помпы. И в этой связи, конечно, возникло, в том числе наши отечественные производители, производители из разных стран, да, они приходят на наш рынок. И возникает вопрос о том, как, где проходили клинические испытания. Во многих случаях эти клинические испытания не проходили вот в том ракурсе, да, то есть должным образом. И поэтому здесь у нас, в общем-то, появилась такая идея нашего руководства, нашего центра, создать не просто отдел клинических исследований, но экспертный отдел, который будет заниматься экспертизой всех инновационных проектов в области эндокринологии, не только в области диабета, но и в области эндокринологии, которые позиционируются, так или иначе появляются. И здесь, значит, тоже интересная история, она заключается в том, что и для производителя это интересно, понимаете. То есть они хотят в таком центре, как наш центр, да, получить, что называется, сертификат качества. Потому что они знают, что здесь, в общем-то, мы только объективно можем оценить, да, по тем критериям, так скажем, которые приняты современной доказательной медициной. То есть у нас не может быть компромиссы, понимаете. А много ли производителей уже обратились к вам и за какое время? Ну, я не могу сказать, что их много, но они есть, и, в общем-то, мы, естественно, постепенно набираем обороты. Но, так скажем, эта работа, естественно, она будет дальше идти. Дело в том, что этот центр создан, ну, абсолютно недавно, буквально несколько, ну, можно сказать, что два или три месяца назад. Совсем недавно. Совсем недавно, да, поэтому, конечно, мы рассчитываем, что количество заявок будет все больше и больше. Но здесь, понимаете, мы не гоняемся за числом заявок. Нам самое важное, во-первых, мы изначально, да, определяем, чем вообще стоит заниматься, а что, в общем-то, можно отмести сразу, это первое. И второе, то, что, значит, некоторые заявки могут потребовать вообще создания вновь протоколов, протоколов исследований. Потому что иногда некоторые, скажем, наши, значит, кулибины или, так скажем, изобретатели, да, они, в общем-то, ну, достаточно оригинальные идеи предлагают, понимаете. Поэтому надо еще понять, как эти оригинальные идеи с точки зрения, опять-таки, доказателя медицины оценить правильным образом. На самом деле, очень хочется пожелать, чтобы российские кулибины развивались в хорошем смысле. Безусловно, да, безусловно, это очень важно. Но при этом, чтобы мы тоже понимали, что, так скажем, все равно все должно быть проинспектировано, все должно быть исследовано, да, то есть мы должны быть убеждены в том, что за этой технологией есть определенное будущее. Еще одна сфера, которой вы занимаетесь, вы являетесь заведующим отделением диабетической стопы, и мы знаем, что специалисты центра смогли добиться по-настоящему выдающихся успехов в лечении этого грозного осложнения сахаропрогенового диабета. Вот расскажите, пожалуйста, о возможностях отделения, и как удается избежать ампутации, когда ситуация становится совсем критической. Да, действительно, отделение было создано еще в 1993 году, то есть мы впервые стали заниматься этой проблемой, но тогда у нас в основном фокус был на консервативную терапию, потому что у нас не было хирургического такого подразделения, да, в дальнейшем, в 2005 году нам удалось создать на нашей базе и хирургическое подразделение, именно которое занимается стопой, потому что хирургическое отделение у нас исторически, естественно, было в эндокринологическом центре. У нас автономная операционная, автономная, то есть я имею в виду автономная, что она как бы стоит особняком, потому что понятно, что речь идет о больных, имеющих в том числе инфекционное поражение, да, то есть и вот эти потоки не должны смешиваться с другими хирургическими пациентами. У нас есть рентген операционная, сосудистые хирурги, и, конечно, я считаю, что вот этот успех, он прежде всего определяется тем, что в нашем центре, ну, может быть, в одном из немногих центров, да, была реализована вот эта концепция междисциплинарной помощи, потому что это сложные больные, они нуждаются в том, чтобы одновременно в лечении участвовали несколько специалистов, то есть эндокринолог, это и эндокринолог, это, потому что там очень много коморбидных состояний, понимаете, требующих именно терапевтического управления, да, и это может делать только эндокринолог, кардиолог, значит, многие больные имеют снижение функции почек, соответственно, нефролог должен участвовать, да, потому что раньше диабет стопой занимались исключительно хирурги, понимаете, и, конечно, значит, очень часто хирургия диабетической стопы, она заканчивалась ампутациями, сейчас понятно, что и хирурги поменяли свои отношения, но в любом случае, если мы посмотрим, у нас есть там в разных городах такие центры спасения конечности, то в большинстве, в подавляющем большинстве случаев это не просто хирургическая помощь, а вот комплексная помощь, которая осуществляется в рамках междисциплинарного взаимодействия. Очень хочется пожелать, чтобы междисциплинарное взаимодействие во многих сферах медицины давало такие же плоды, которыми действительно можно гордиться. Спасибо вам большое за интервью. И вам спасибо.